Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур, мы продолжаем играть в DayZ. Сегодня я играю не один, со мной Джек Шепард. Поздоровайся! Привет всем! Короче говоря, мы с ним идем навстречу друг другу. Он идет ко мне из Черногорска, я иду к нему из Электрозаводска. Мы уже где-то, наверное, полчаса как идем, но надеюсь, что успеем мы сегодня с ним встретиться. Тут до хрена бандитов. Я пришел в пригородки. Пригородки, они, по-моему, близко ко мне. Здесь до хрена бандитов, потому что вон Шепард рассказывает, что он встречает кучу трупов. Такие дела. Это плохо. Ты по железной дороге идешь? Нет, я бегу по простой дороге. Блин, мы с тобой не встретимся. У меня железная дорога и простая дорога очень близко друг к другу. А, ну, простая дорога справа... Вот смотри, маяк ты говорил, что у тебя маяк по правую руку. Я маяк вижу, он где-то в двухстах метрах от меня. Это как-то нормально. Так, я вышел на железную дорогу. И здесь какое-то... Да, здесь пригородки есть, там, да. Ой, блин, пока мы с тобой будем искать друг друга, у нас кто-нибудь прохнет тоже. Персонаж у меня, как вы можете видеть с предыдущей серии, только он опять поменял рубашку. Он, видимо, за кадром рубашки цвет меняет. Потому что в прошлый раз у него была белая, а сейчас черная. Но мне черная больше нравится, она менее заметная. У тебя какого цвета рубашка? А у меня белого из черной жилетки. Кстати говоря, я так и не понял, как машины собирать. То есть находишь прямо любую машину раздолбанную и к ней несешь запчасти, что ли? И вот этого пока не выучил. Потому что я уже находил одну нычку, там куча вещей была, но вот чтобы машину найти, я как-то такого не видел пока. Так, мне нужно куда-нибудь затихариться. Ну я только разбитый находил. Затихариться куда-нибудь. Так, пусть мог. Тихо так. Мост. Да. Блин, что-то мы с тобой далековато друг от друга, похоже. Бегу, пожалуй, до дороги, слева от меня здорова гора. Да здесь полно гор, я около здоровой горы. Блин, у меня персонаж запахлос. Она справа тебе? Да. Но у меня этих... Тут гряда целая идет. Мы сейчас видим. Нет, просто дело в том, что у меня маяк, про который ты говоришь, он очень далеко, он находится где-то в метрах в ста от меня, в двухстах. То есть я к нему вот сейчас могу за минуту добежать. Ну от меня там вообще далеко. Так что у меня ощущение, что ты где-то вон... Вот там он где-то находится. Что ты от меня где-то в километрах в двух. Вот так вот будешь и будем бежать, и так мы с тобой встретимся. Я просто ни разу не бегал от Электрозаводска до Черногорска, поэтому хрен знает. Да, и лучше по Черногорску тоже не бегать, потому что очень страшно. Ну в Электрозаводске я тоже на нервах пробежал. Но я там трупов не встречал. Так тихо, там по-моему кто-то есть. Я еще в основном бегаю с видом от третьего лица, потому что меня укачивает с видом от первого. Он так башкой качает. А, я тоже. Не знаю. Ну ночью, конечно, вот когда помещение зачищаешь, эффект присутствия офигенный просто. Маяк метрах в пятиста от меня справа. Справа? Ну от меня метрах в двухста позади. Ты по дороге идешь или по ЖД дороге? Я говорю проста, дорога и железная рядом идут. Ну... Ну все, похоже, сейчас таки поймаемся. Поймаем друг друга. Вижу домики. Я тоже вижу домики вдалеке. Подожди. Я вижу мост. Ты про мост какой-то говорил? А, да, он был по простой дороге если идти. Он уже сзади меня. Он уже сзади меня. Ты прошел по простой дороге и потом слева от тебя была огромная гора. И сейчас ты видишь домики, да? Да, справа. Так, ну-ка давай-ка выходи на железную дорогу и беги назад. Что-то мы, похоже, пробежали с того друг друга. Потому что я мост вижу и маяк у нас и у тебя и у меня близко. Хотя тут несколько маяков. Ну вот этот, который я вижу, он слева от меня теперь, раз я к тебе бегу. Ну от меня, соответственно, справа. Вот смотри. А, объясняй, что я вижу пока бегу сейчас. Справа от меня гигантская гора. Ну слева от меня. У нее, как бы, подхода, железная дорога. О, вижу кто-то бежит. Ты по дороге бежишь? Если это ты, выйди на дорогу ЖД и ляг. Так. Ты меня видишь? Я на ЖД дороге лежу. Надеюсь, поезд не приедет. Я тебя не вижу. Ты в темном? Да. Походу это ты, но ты у меня стоишь и бежишь на месте. А вот ты пробежал, я тебя вижу. Просто понятно, почему он пропустил друг друга. Только тут, похоже, такой пинг высокий, что у нас это весело будет. Ты сейчас бежишь вперед? А, ты у меня вообще на месте стоишь и бежишь, бежишь, бежишь. Замечательно. Хороший сервер. Бегу к тебе. Куда ко мне? Я вижу, что ты бежишь, я за тобой бегу. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Какие-то вообще-то наши, по-моему. Короче, ладно, давай пока... ...пока сервер такой визуально друг на друга не ориентироваться. Давай, куда пойдем тогда? Просто будем по это... ...по связи голосовой как-то координироваться. А, ну в принципе, я думаю, можно идти туда, откуда пришел я, но повернуть просто направо в развилке. Не идти на Черногорск, а идти направо в лес. Ну давай. Искать там приключения. Так... Чё-то я тебя совсем не вижу, куда ты пропал у меня. Я прямо перед тобой стою. А вон ты позади меня стоишь, вдалеке. А у тебя тоже значок разорванной цепи. Да, да вообще на этом сервере чё-то... Это РУ-1 сервер, да? А, РУ-4 вроде нет. Короче, РУ какой-то. Или второй, я не помню. Что самое печальное, при таком пинге, если кто-то в нас стрельнет, то мы... ...и не поймем это, пока нас не убьют. Но у них точно так же мы будем. Вон там вдалеке... Я сейчас замер справа вдалеке от железной дороги. Какой-то домик, я хочу его проверить. Хотя, ну, по-моему, нечего смотреть вообще. Потому что там дверок даже нет. Ну, давай около него поймаемся и оттуда уже пойдём. А, то есть, туда, оттуда ты перешёл как бы, да? Нет, ну вот сейчас вот ты беги в сторону моста и справа по дороге увидишь мостик. Ой, домик белый такой. Я рядом с ним. Ага, вижу. Вот я около него сел. Там кто-то в Лехарда подстрелил. Ага. Он жаловался мне в чат. А я вот что-то проглядел. Я вроде тебя вижу, но чё-то ты, блин, мелькаешь по-страшному. Ты сейчас, блин, охочешься. У меня вообще в железной дороге до сих пор стоишь. Так что не надо мне тут прыгать. Короче, понятно. Так, ну вот. Смотрите, тут стоишь. Так, ну давай. Чё сделать? А, тут нельзя прыгать. В этой игре прыгать нельзя. В этой игре прыгать нельзя. Так, короче говоря, давай пошли по опушке куда-то в сторону. Откуда ты пришел, Черногорск. И там оттуда пойдем уже в глубь острова. Но я думаю сейчас я эту серию отсниму. После этого надо будет на какой-то другой сервер привязать. Потому что тут же невозможно играть вообще. Мы не видим друг друга. Да, и для видео тоже. Ну, для видео это не интересно смотреть. Так, вот ты у меня куда-то побежал. Ну-ка остановись. Я прям перед тобой стою. А, нет. Ты бежишь в сторону леса. Я стою на месте прям перед тобой. У тебя рюкзак красивый, кстати говоря. Мне уже объяснили, как рюкзаки нормальные, братья. Так, ладно, короче говоря, я иду к мосту. Ты не учился или нет? Ну да, сначала выгружаешь все из ящика, ой, из рюкзака. Все свои вещи. А потом выбираешь его, нажимаешь дроп, то есть бросить. Есть у тебя русская версия. И берешь новый. Сначала предыдущий надо выбросить. Тогда сможешь взять. Ну да, вот я там взял, но как вещи переложить, так не понял. Ну, ты на него наводишь, и там у тебя внизу появится надпись open back, то есть открыть сумку. И когда уже откроешь... Да, даже если мне вещи какие-то переложат. Вещи, ты по-моему... А мне на мосту. Ты на мосту? Фигайся ты. А я справа от тебя метрах в ста где-то, на поляне. А под мостом водичка еще. О, водичка. Так, сейчас я... Ну ладно, беги ко мне. У меня персонаж хочет пить. А, у тебя хочет пить? Ну тогда давай, побежали, я тоже наполню флягу. Прямо сейчас попью и наполню. Можно наполнить просто на колесико нажать, да? Да. Ну то есть колесиком крутишь сначала, а потом нажимаешь. А у меня здесь нет такой... Ну ты еще побегай. Она не всегда появляется. Еще побегай. Блин, нет, здесь не наполнить видимо. Здесь воды где-то по ладыжу. Не-не-не, я набирал там вообще была такая лужица после дождя, короче. Натурально. Ну-ка сейчас я попробую. Блин, круто это. Вон я тебя вижу. У меня не получается. Так, ну как я сейчас... Да здесь вообще воды нету. Где ты тут воду-то нашел? Да как, вода ведь это? Где? Чавкаю так сильно. О! По-моему... Так. Здесь вода, чувак. На секунду... В видеозаписи я видел, как ты бегаешь в реальном времени. Это прогресс. Ну да. Так, я не знаю... Нам нужно какой-то Цельси найти. Ну то есть я-то понимаю, что у меня все есть, а у тебя, блин, даже пистолет какой-то. Стремный. ПМ. Нужно тебе пушку найти. Чем тебе не нравится мой пистолет? Ну тем, что я тебя сейчас убью, а ты мне ничего сделать не успеешь. И то же самое с врагами будет. Поэтому... Вот видишь там, если смотреть от моста направо, там опушка и дорога уходят в лес. Да. Мы туда пошли. И там еще домик какой-то, да? Да-да-да. И оттуда вглубь территории будем продвигаться и постараемся найти тебе что-то. Ну и мне, соответственно. Я туда бегу. Да, я очень хочу тебе арбалет. А мне снайперская понравилась, потому что... Их хорошо с расстояния расстреливать. А ношу мне пофигу с такого расстояния. Ну да. А здесь один вид снайперский? Или несколько? Ну я один видел. Си-Зет. Чешская винтовка. Охотничья. Так, кстати говоря, зомби тут уже 176. Не так мало. Интересно. А, я кстати еще хотел спросить. Здесь когда реальный игрок умирает, вместо него зомби появляются? Или зомби здесь просто рандомно респятся? Зомби здесь просто рандомно респятся. И когда ты видишь, ты же наверняка встречал эти мешки из-под тел. Да. Это как раз таки место, откуда появляются зомби. Как мне сказали, по крайней мере. Ты идешь в забор. Нет, я вообще-то около домика уже, около этой избушки. Около опушки. А ты где? Да. И здесь в забор, и ты в него идешь. Здесь есть тропинка, уводит куда-то туда. Да, интересно, можешь потом посмотреть. Здесь тропинка, короче, уходит куда-то наверх. Видишь ее? Да. Вот по ней пошли, куда-нибудь она нас, наверное, приведет. Да и вообще как-то, блин, пока мы с такими лагами, нужно от потенциально опасных мест свалить. Да, и идти подальше. Блин, это музыка, конечно. Так, ну я понимаю, а в этом доме, интересно, есть оружие? Нет, надо было проверить, наверное. Да он пустой был, он вообще не открывался. Ладно. Я уже встречал домик, в который можно заходить, но это не из их числа явно. Блин, елочку прямо на дорогу поставили. Что-то тут как-то напряжно стало наверх, и он у меня уже не бежит. Перед ним дорога, я на конец. А, чувак здесь кабан. Кабан, я надеюсь, не опасен. Так, надо чуть-чуть звуки убавить, а то тебя, наверное, глушит по-страшному будет. Кстати, да. Но я и так вроде бы убавлял. Я вообще не убавляю, сейчас у меня этот аудишн там как-то накладываю, поэтому даже звук не приходится убавлять. Удобно? Но синхронизация постоянно, какие-то косяки пока не разобрался. А, в секунду, да, где-то? Ну, это уже самому нужно подбирать, просто не всегда получается. Обычно уставшие мотивы. Ты убьешь кабана или он не нападает на нас? А только его убивать, он на нас вроде не нападает. Я его, кстати, не видел даже. И тебя не вижу. Я не знаю где ты. Мы просто где-то в одной области бегаем. Из этих лагов, хрен поймешь. Ну, кабан слева направо вдоль этой дороги перешел. Я иду к большому белому камню. Только впереди. Здесь полно больших белых камней. У меня только один. У меня два рядом стоят. Ты по тропинке идешь вообще? А персонаж уже еле ползет наверх. Ты, видимо, вперед немного забежал. Возможно. Я тебя около этих двух камней подожду также. А почему у меня из-за 11 кровь идет? У тебя кровотечение, что ли? Посмотри, параметр блат у тебя в дебаг-мониторе. Да. Не пойму почему. Сейчас это бандаж наложу. Тебя, возможно, кабан порвал? Чего не кровотечение? Думаешь? Ну, я не знаю. Блин, все может быть. Но он просто мимо прошел. Я прошел по струкаку мимо прошел. Справа теперь белым знаком какие-то два болта в разные стороны нарисованы. Это типа паника у тебя. Ты сейчас будешь хуже целиться, наверное. Я не знаю, что это такое. Я пока не разобрался. У меня нет времени там разбираться, на серверах лазить. Народ в комментариях подсказывает. Я пока что из-за этого в основном информацию получаю. Так, вижу тебя. Двух камней. Сколько у тебя кровища? Восемь, девятьсот двадцать. Хреново. Покушай что-нибудь. Тебе дать консерву. У меня вроде бы есть. Сейчас поем. Девятьсот двадцать теперь. Кто-то там меня убить хочешь? Еще поесть. Больше, может, не есть, по-моему, не поможет. Но оно постепенно восстановится. Так. Ты где, около двух камней? Иду за тобой. Теперь-то у меня нормально идешь. В какой-то веке. Ну, я-то тебя все же не вижу. Так что толку надо то. Вообще, что ли? Ага. Так, что у нас там впереди? Сено какое-то. Или это кусты какие-то белые. Кусты. Блин, куда эта тропинка приведет? Мне уже любопытно стало. Да. Я надеюсь, там будет какой-нибудь охотничий домик, где есть снайперская винтовка и арбалет. Не, ну вот прикинь, вот в этой фирме проработают маньяки. Они такой огромный остров сделали. И проработали вот такие вот детали, которые вот хрен кто когда увидит. Кто вот эту тропинку вот на нее забредет-то? Единственное, она может там в какой-нибудь миссии эксингле была. Вот таких деталей на этом острове, да, хрен еще просто. Так, куда-то мы идем. А слева, по-моему, а нет, это камень, я думал, палатка. Так, тропинка, похоже, из леса выводит. Подожди, это что это там такое? Это ты бежишь спиной вперед? Ну, обычно я бегаю передом вперед. Здесь дерево повальное. Я около дерева повального тебя жду. Беги по тропинке и увидишь. А, справа от тропинки какой-то чувак с винчестером. А спиной к дереву подбежал. Будем надеяться, что это я. Я не знаю, кто это. Какого он цвета? Ой, я пить хочу. А, в темной одежде, в джинсах. Ну, это я. Закон, как у тебя. Я, наверное. Я там поваленного дерева не вижу. Ну, с этими вагами делают манволк. Ну, понятно, короче. О, я нашел там что-то, очень плохой серф. Ну, сейчас уже, наверное, по этой тропинке придем куда-нибудь, завершим эту серию, дальше пойдем на какой-нибудь бой. Блин, я только сейчас дошел до повального дерева. Ну, и что, я только от него отбежал секунд десять назад. Так, всю эту тропинку выводит на какую-то поляну, тут заборчик. Сейчас нам найти бы какую-нибудь ферму. О, мы пришли куда-то. Какой-то населенный пункт. Так, не спойлерей. Не спойлерейте. Подсказываю. Так, ну, слева, да? Ну, вот по тропинке идешь и как раз нас выводит к какому-то пункту населенному. Да, я вижу там табличку. О, заяц бежит. Он не лагает. Хорошо, блин ему. Кто не лагает? Заяц. А, заяц. Опять послышал, что с задом. А, заяц бежит лагает. Так, это у нас пусто. Пусто, да. Я продвигаю мимо УАЗика. Ой, блин. Тут два УАЗика раздолбанных. Здесь надо быть осторожным, потому что зомби уже 232. Да, я тут аккуратненько... А вон там ангарчик, в котором что-то может быть. Крадучись двигаю. Справа, вдалеке, что ли? Ой, ты куда-то вперед прилежал. Да, вижу ангар. А теперь что? Меня увидел? Я тебя вижу, ты лагаешь по-страшному. Эта серия самая ужасная будет. Потому что капец какой-то вообще. Так, в ангаре чисто. По крайней мере, у меня. Ты в нем, что ли? Потому что у меня указывает, что ты рядом с ним где-то метров десяти. Я уже внутри. И здесь пусто, и ничего нет. Ну, ладно. Уф, так. Давай прямо в нем сядем и закончим. Ну, давай, да. А то невозможно так играть. Сейчас найдем новый сервер и там уже будем писать. Ты где? Ты в ангаре? В ангаре сижу. Ну и все тогда. Заканчиваем. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующих сериях. С вами был Артур и Джек Шепард. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова